Все видят, что происходит с российскими пленными, по крайней мере, когда они дают позвонить своим близким. И вот мы позвали в наш сегодняшний эфир Владимира Золкина, общественного деятеля, человек, который в своем блоге на YouTube публикует разговоры российских военнопленных со своими родственниками. Оттуда очень много интересных разговоров в интернете оказывается. Но в целом он очень активно там взаимодействует с российскими военнопленными. Мы сейчас разузнаем, как общаются с российскими пленными, как они живут, что с ними происходит, есть ли какие-то обмены. В общем, все это сейчас расспросим. К нам на связь уходит Владимир Золкин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Спасибо, что вышли к нам в эфир. Скажите, пожалуйста, мы с вами общались в самом начале войны несколько недель назад, месяц назад. И хочется узнать, вот с того времени, за последний месяц, недели, количество пленных российских увеличивается, их стало меньше, так же, как было. То есть, вот на каком витке сейчас война в плане захвата в плен оккупантов, которые пришли на вашу землю? Ну, смотрите, их изначально было определенное количество. Изначально очень большое количество российских военных попали в плен. Но с учетом того, что россияне не очень охотно забирают обратно своих военнослужащих, их количество и на данный момент практически не меняется. То есть, на данный момент, да, их уже меньше берут в плен, потому что уже не в такой активной фазе сейчас боевые действия, как были тогда. Но с учетом того, что их не очень активно и забирают, фактически их количество общее не меняется. Я вам не могу сказать точно общее количество. А это тысячи? Это тысячи, десятки тысяч или сотни? На какой порядок чисел? Нет, нет. Это просто тысячи. Тысячи? Ага. Окей. Тогда позвольте второй вопрос. Из тех, с кем вы общаетесь, из тех, кого вы наблюдаете, позволяют что-то записывать. Что говорят эти военнослужащие сейчас, которые... То есть, с самых первых дней войны понятно, вы нам рассказывали, что их обманули многих, они не знали, куда попали. Вот там свежие военнослужащие, они что говорят, когда они уже все знали про войну, куда их отправляют и зачем? Что они рассказывают вам, когда удается с ними пообщаться? Я вас сейчас буду удивлять. Многие из них продолжают рассказывать, что они не знали. Хотя они подписывали... Ну, смотрите, их сейчас можно разделить на очень много всяких категорий. Во-первых, ЧВКшники, так называемые. Те самые наемники, которых пугают по российскому телевидению. Мол, в Украине там какие-то наемники, в Украине все военнослужащие, в том числе, которые приезжают из других стран, проходят все соответствующие проверки, все соответствующие этапы и поступают на службу вооруженной силы Украины официально. У нас уже на сегодняшний день, не только на сегодняшний, на вчерашний, на позавчерашний, появляется более чем достаточно военных российских, которые военными не являются. То есть они выполняют такую функцию, но они не являются штатными военными. Кем образом это происходит? Значит, человек выполняет какую-либо функцию охранную, охранную или даже спасательную функцию. И он привык себе искать по объявлению ту или иную подработку. И они очень часто находили действительно себе такие подработки на охране каких-то нефтяных вышек прямо в России или нечто подобное. И вот здесь вот он видит очередное такое объявление и думает, что он едет на очередную вот такую вот подработку. Но с ним заключают договор, он его подписывает. Естественно, мало кто из них там вчитывается в этот договор. И он говорит, я уже понял все, только тогда, когда я увидел надпись «Луганск», а потом перечеркнутую надпись «Луганск». То есть меня туда привезли, а потом, когда его туда привезли, и он сказал, не-не-не, ребят, я на такое не подписывался. Другие ЧВКшники сообщили ему, что да, ты можешь разворачивать. Небольшая проблема с картинкой, надеюсь, сейчас мы Владимира переподключим. Прервался он на рассказе о ЧВКшниках. Да, Владимир, мы вас снова видим, слышим. На каком моменте? ЧВКшники, последнее слово было ЧВКшники. И про Луганск, который сначала написан, а потом зачем? А, вот-вот-вот-вот, да-да-да-да. То есть он заезжает на территорию Луганска, и там его встречают его коллеги. И вот эти коллеги, и он говорит этим коллегам, я на такое не подписывался, я не хочу здесь, я не хочу принимать участие ни в каких военных действиях. Ну, ему говорят, да, иди, пожалуйста, можешь идти домой, только мы тебя пристрелим. То есть из этих ЧВКшников, там из 100, может, 10 таких матерых, которые действительно прошли горячие точки и так далее, а 90 вот таких вот, которых свезли обманом. Это одна категория. Вторая категория, это те, которым рассказали где-то там по телевизору или еще, бог знает где им это рассказали, о том, что здесь нужно помогать мирному населению, и ты можешь ехать, но не воевать ни в коем случае, конечно, а выполнять какую-то гуманитарную миссию по доставке грузов и так далее. И вот они приходят в военкомат, оформляются, им говорят, ну, какой из себя военный, там, знаете, там есть кому воевать, ты не пойдешь воевать, где-то там на блокпосту постоишь в самом худшем случае, а так вообще будешь просто грузы сопровождать. Ну, а дальше с ним получается ровно та же история, что с этими ЧВКшников. Ну, плоховатые дела с мобилизацией в России, я вам скажу прямо, я думаю, вы и без меня, наверное, знаете, что уже даже перестали уголовные дела практически заводить на них, на тех, которые отказываются ехать. Уже даже и многих и не увольняют во избежание шумихи, вот. Ну, и третья категория, самая обширная людей, которые едут сейчас в Украину, это люди, которые едут просто из-за денег. Называют они разную сумму, которую им обещали в день, но эта сумма лавируется от 53 долларов в день до 56 долларов в день, это из тех вариантов, которые я слышал. Денег нет, жизнь плохая, жить тяжело, в том числе и москвичи, между прочим, есть такие люди, которым вот пообещали вот такую вот сумму, и они поехали в Украину. Ну, некоторые из них говорят, что да, я думал, что я делаю благое дело, еду кого-то защищать, правда, никто таки не может объяснить, кого и зачем он сюда ехал защищать, а некоторые то ли на дурачка падают, то ли они действительно такими есть, начинают рассказывать о том, что мы думали, мы воевать не будем. Вот нам вот пообещали такую сумму, да, но сказали, вы воевать не будете, будете опять-таки на каких-то блокпостах или на третьей или четвертой линии, будете кому-то там помогать. В общем, ни в каких боевых действиях вы участвовать не будете. А с учетом российской пропаганды, которая рисует сплошные победы, да, сплошные победы бесконечные и каждый день захват каких-то новых украинских территорий, там, Северодонецк они уже, например, брали раз 10, по-моему, там, то каких-то одним выстрелом 50 генералов в Украине уничтожают вооруженных сил Украины. У нас нет такого количества генералов вообще. Ну, то есть, с учетом российской пропаганды, им, наверное, легче, вот зомбируя людей, отправлять их в Украину. По факту же, я вижу здесь людей, сейчас я общаюсь со многими, которые прошли, прошли разные горячие точки в Украине, которые уже на сегодняшний день отбиты. И, собственно говоря, они рассказывают, ну, то есть, населенные пункты, да, которые захватывали в то или иное время россияне, которые потом отбивали вооруженные силы Украины и попадают в плен те, которые находились в этих горячих точках. Все они рассказывают одно и то же, что их кинуло командование, что им не прислали помощь, что они были практически беззащитны. Многие рассказывают, что после того, как они попадали в плен или после того, как они в прямой контакт входили с вооруженными силами Украины, их начинали обстреливать свои же. То есть, российский же дрон прилетал, обнаруживал их местоположение, передавал координаты и артиллерия начинала обстреливать и их, и вооруженные силы Украины. Владимир, все, что вы... Вы знаете, такие ответы мы, к большому сожалению, получаем только от мам или пап этих людей. Расскажите подробнее, про что вы имеете в виду. Смотрите, сидит передо мной человек, которого вооруженные силы Украины взяли в плен, в кармане у него обнаружив при этом несколько колечек, цепочку, слиток золота и 30 тысяч гривен, которые он накрал, обхаживая украинские дома. Скажите, пожалуйста, этот человек может мне что-нибудь рассказывать про какую-либо идеологию? Нет. Ну, не будет он уже этого делать. И это будет абсолютно бессмысленно. Но это я вам один вариант привел. Второй вариант. Люди, в основном все, которые попадают в плен, они попадают ведь после жесточайших боев и столкновений. У многих из них на руках умирают их товарищи. У кого-то пена изо рта идет, и он медленно умирает. Кто-то умирает во время перевязки. Кто-то умирает в жестоких муках. И они уже не могут мне ничего рассказать, ни про какие идеи. Потому что, когда я говорю, сколько вас было, они мне говорят, 94 человека. Я спрашиваю, сколько выжило, они мне говорят, 11. И когда я их спрашиваю, за что умерли остальные 83, они не могут мне объяснить, за что погибли эти люди. Соответственно, они ничего не могут мне объяснить про идеологию. Потому что они не понимают, за что погибли 83 человека. Но это условные цифры. Я говорю, их бывает больше, меньше. Это из недавних историй. Соответственно, если они не могут объяснить, за что человек из России сюда приехал, и за что он умер, то про какую еще идею они мне могут говорить. Путина вашего. Они все ненавидят. Все. Поэтому ни про какие идеологии они мне рассказывать не будут и не могут. Есть те, которые просто молчат. И как бы, вы уж понимаете, что я не могу на них оказывать ни физическое воздействие, ни что-либо еще. То есть я нормально с ними со всеми разговариваю. Кто не хочет говорить, тот вообще не говорит. Есть такие, которые приходят и воспринимают меня в качестве таксофона. Ну что ж, тоже вариант, потому что все они знают, между собой общаются о том, что я даю позвонить. Ну, окей. То есть он приходит ради того, чтобы позвонить домой, а на все мои вопросы отвечает односложно. Но, опять-таки, они это делают, односложно отвечают, да, или, скажем прямо, морозятся, да, не потому, что они идейные, а потому, что они боятся того, что с ними будет тогда, когда они вернутся в Россию. Когда они вернутся в Россию, с ними будет проведена соответствующая беседа, и либо их заставят говорить что-то, что обычно вписывается в шаблон российской пропаганды, либо же их каким-либо образом накажут. Вот они очень сильно этого боятся. Владимир, у меня напоследок вопрос, если можно, коротко. Всех интересует. Мы видели кадры, когда родители пленных говорят какие-то вещи, вторят тому, что говорит пропаганда. Насколько это массовые случаи, насколько действительно зазомбированы взрослые населения, люди, у которых дети сейчас в плену, которые сидят рядом с вами, которым вы даете позвонить. Часто ли эти истории, когда говорится что-то такое? Ну, к моему большому сожалению, это хорошая половина всех опрошенных родителей, с которыми я общаюсь, это люди. Но я же говорю, вот их дети бывают, начинают им уже говорить, нет, мама, здесь все не так. Никаких нацистов я здесь не увидел. Никого мы здесь не защищаем. Местные жители сами спрашивали нас, что вы здесь забыли, едьте домой. И так далее, и так далее. А мамы начинают рассказывать то, что им рассказывают по телевизору. И когда я спрашиваю у одной из этих мам, а если бы вот ваш сын погиб, вот с ним многие ребята шли, они погибли, а если бы ваш сын погиб, за что бы он погиб? И у мамы, знаете, такая пауза происходит несколько секунд. А потом она начинает просто биться в какой-то истерике и кричать мне, что он погиб за меня, за папу, за родину он бы погиб. И, ну, дальнейшая беседа, она теряет особенный смысл, потому что я не могу понять, что у этого человека родина. Почему у него родина вдруг оказалась в Украине? Когда этот человек мог жить где-нибудь в республике Хакасия, по-моему, да, если я не ошибаюсь, или где-то там под Японией, я смотрел расстояние 7 тысяч километров. Я просил у этих людей прочитать любой стих русского поэта. Вот я вам могу смело говорить, и вы убедитесь в этом на видео, что, к примеру, стихи Пушкина, самые общеизвестные, я знаю лучше, чем эти люди. Поэтому зачем они пришли за 7 тысяч километров меня сюда защищать от кого-то, я этого не понимаю и более того. И напоследок вам скажу, если у вас время там поджимает, я так понимаю, у нас сейчас есть такое одно предложение для российских военных. Вот мы спрашиваем, мы сейчас тебе отдаем твою форму с российскими флагами, с шевронами, со всем, даем тебе твою форму. Даем тебе деньги на билет, ты выходишь в любой украинский город, мы тебя отпускаем, ты согласен? Каждый впадает в ступор, а потом отвечает, нет. Я говорю, ну как это? Мы тебе даем твою форму, твои шевроны, деньги, бери, садись на поезд, едь, доберешься. Нет. Почему? Меня же убьют. Не, мы говорим, военных не будет, полиции не будет, никого не будет. Так меня же мирные убьют за то, что мы здесь сделали. Вот у меня последний вопрос. Если вы такие освободители, вы пришли кого-то освобождать, почему же вы боитесь выйти в мирный украинский город, где вы точно знаете, что вас разорвут просто. Разорвут бабушки с кошелками, не солдаты, не военные. Военные как раз таки в плен вернут обратно, и полиция тоже. А вот женщины и бабушки, у которых внуки, дети погибли уже у некоторых, а у кого не лично погибли, у того у знакомых погибли, действительно возьмут его и разорвут прямо на улице. Вот такие вот у вас, ребята, освободители. Владимир, разрешите, пожалуйста, все-таки вам еще один вопрос задать от зрителей, потому что мне кажется, что действительно очень интересно. Вы в самом начале упомянули, что не забирают российских пленных, или вы сказали, что плохо забирают. Расскажите, пожалуйста, как это вообще устроено, и кто их должен забирать? И идет ли хоть какой-то там фоновый процесс обмена пленными, или они собираются у вас в плену быть вечно? Смотрите, я не официальное лицо, я не имею доступа к этой информации, как происходит процесс переговоров и так далее, самого обмена. Но я знаю то, что я вижу, и то, что я понимаю, то, что я вижу своими глазами, то, что я могу вам пересказать. До тех пор, пока мы случайно не получили возможность снять рефрижераторы с трупами российских военных, и до тех пор, пока эти лица этих военных не попали в объективы наших камер, и, соответственно, не дошли до россиян, Россия не запросила ни одного своего трупа. То есть мы не понимаем, почему так. Возможно, они хотели вызвать у нас какую-то гуманитарную катастрофу, забрасывая нас с телами этих людей, да, возможно. Но, по сути, только вот эти вот шесть человек, которые попали в объективы камер, родственники этих людей пошли к амбудсмену и настояли на том, чтобы им выдали их родственник. А до этого Россия не запрашивала ни одного трупа. Ирина Верещук на пятый день войны вышла и сказала, заберите 5300 трупов, но как же они их заберут, если у них потерь нет по телевизору, понимаете? Ну, уже, я надеюсь, хоть потери есть. Ну, уже хоть на четвертый месяц, может, уже вы поняли, да, там, не вы лично, а вот россияне уже хоть поняли, что хоть потери есть, наконец-то, да, потому что сначала они же вообще кричали, что все это фейк. И вот только в том числе, в великой степени в том числе, благодаря этому запустился процесс обмена тел. То же самое с российскими военнопленными. Мы звоним маме, разговариваем, но ведь это же реальные вещи. Ну, послушайте, это же видео, их много, они у меня выходят каждый день. Они у меня могут выходить по 4-5 в день, но я понимаю, что люди не будут успевать смотреть. А я хочу, чтобы вот правда, каждый этот разговор посмотрели и послушали. И только послушав, посмотрев 5-6 разговоров, да, таких, вы сможете убедиться, насколько это абсолютно реальные на 100%, вообще никак не смонтированные и не подготовленные разговоры. Так вот, на некоторых из этих видео я звоню матерям, и мама, услышав от меня вопрос, хотите ли вы поговорить со своим сыном, не знает, что мне отвечать. Она думает, что ей звонят, ее обмануть как-то там, деньги какие-то у нее попросить или еще что-то. Потому что она уже не верит, что ее сын жив. Потому что ей уже успели сначала сообщить, что он пропал без вести, а потом успели прислать еще и две похоронки вдогонку. А добрые люди ВКонтакте ему уже даже черную ленточку прикрепили на фотографии, а этот человек возле меня. Я передаю трубку, и мама начинает с ним разговаривать. Это я веду к тому, что россияне максимально стараются сделать так, чтобы люди, которые попали в украинский плен, остались будто бы пропавшими без вести. И именно поэтому мой проект, наш проект, им так смертельно вредит. Потому что российские мамы, чтобы они нам не говорили по телефону, наберут потом это видео и идут в Минобороны и показывают, и говорят, смотрите, наш сын не пропал без вести и не погиб, как вы мне сказали. А наш сын находится в плену у украинцев, и вот он, и вот видео с ним. Поэтому, пожалуйста, внесите его в список пленных. А теперь вдумайтесь в этот абсурд. Нам, чтобы забрать своего человека, нам необходимо это делать для того, чтобы россияне нам выдали нашего, чтобы им было кого забирать вместо него. И вот я показываю этого человека. И опять-таки благодаря этому, благодаря этим видео, во многом россиянами формируется список военно-пленных на обмен. Понимаете, вот какая история. И когда россияне говорят о том, что украинская сторона что-то срывает, то, знаете, об этом можно было бы говорить в том случае, если бы мы изначально не публиковали всю информацию и не говорили все как есть. А поскольку это Россия изначально все коверкало, пыталась скрыть до последнего, а теперь начала говорить о том, что Украина что-то там срывает, то я считаю, что такие утверждения нужно ставить под обоснованное и очень глубокое сомнение. Я имею в виду утверждение россиян о том, что Украина что-то срывает. Другое дело, что россияне очень часто пытаются выдать нам вместо своих военных, которые мы выдаем им на обмен, они пытаются выдать нам, к примеру, мирных жителей из Мариуполя. Там же какая история. Они создавали вот эти псевдогуманитарные коридоры, а на самом деле это был единственный выход для мирных жителей вообще из-под их же обстрела. То есть мирным жителям приходилось к ним туда выходить в Россию. После этого они становились заложниками в России. И тот, кто имел проукраинскую позицию, тот как бы автоматически становится уже не мирным жителем, который вышел через этот коридор, а будто бы пленным. И вот мирных жителей они после этого пытаются обменять на наших военных. Вот на такие вот обмены я предполагаю, что украинская сторона, конечно, может не идти. То есть военные на военные, мирные на мирных. Вот как-то так. Спасибо большое, Владимир Жулкин. Проект «Ище своих» был у нас на связи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok